Не будете платить, отрежем газ. Такого расклада явно не ожидал Владимир Акимов, житель дома номер 35 по улице Чекистов в поселке Зубчининовка. Мужчина с недоумением наблюдает, как его дом отключают от подачи газа, хотя долг перед компанией Самара Газ давно превысил 100 тысяч рублей. Мы сейчас время не работаем, но мы дом продаем, можем позвонить нашим юристам. Дом продаем, уже были покупатели вчера и сегодня приедут. Таких должников, как Владимир Акимов, на сегодняшний день немало. Сумма долга по Самаре 550 миллионов рублей. Долги – реальная угроза в целом для коммунального хозяйства. Коммунальщики в условиях недостатка средств не занимаются столь необходимой модернизацией изношенной инфраструктуры, а латают дыры, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа. Все жители города Самары и области Самарской должны понимать, что поскольку наша основная задача – это как раз-таки обеспечение газоснабжения, основную часть тех денежных средств, которые мы получаем в виде платы за потребленный газ, мы как раз-таки вкладываем в развитие нашей инфраструктуры, в содержание сетей в таком порядке, который позволит вам каждый день, вам как жителю города Самары, каждый день получать голубое топливо. Задержка платежей со стороны наших абонентов, что не позволяет делать? Не позволяет развиваться, не позволяет поддерживать надлежащим состоянием те сети, которые, как вы знаете, ровесники Победы. И чем меньше мы получаем платы от абонентов, тем больше мы вынуждены урезать свои расходы именно на эту составляющую. А это очередной дом в частном секторе, где жители давно забыли, что по счетам нужно платить. Голос за воротами утверждает, что он не хозяин, а лишь снимает помещение. Сразу на месте судебные приставы связываются с собственником. Деваться некуда. Постановление суда гласит приостановить подачу газа, пока долги не оплатят. Они обязаны оплатить свою задолженность, прийти, заявить нам, предоставить квитанции, написать заявление на подключение. Мы приедем и подключим, восстановим газоснабжение. Они за подключение оплачивают, но это где-то в районе 12-13 тысяч подключения стоит. Рейды по должникам проводятся каждый день. И согласно правилам подачи газа, компания Самарагаз имеет право производить отключение без решения суда. Но что делать, если собственник не желает пускать на свою территорию? Рычаги воздействия есть и на таких злостных неплательщиков. Жилое помещение, право собственности имеет огромную юридическую силу. Человек находится у себя дома, он чувствует себя там хозяином, имеет на это право. И чтобы это право его ограничить, для этого нужно определение суда. То есть с теми должниками, которые оказывают злостное противодействие, мы меняем способ и порядок. То есть суд дает разрешение на демонтаж. Либо довели, либо в данном случае забора. С начала года усилиями Самарагаза и судебных приставов от газа были отключены больше пяти тысяч адресов. Половина абонентов уже погасила долги перед компанией. К тем, кто по-прежнему не желает соблюдать закон, применяются и дополнительные меры. Судебные приставы вправе применять все законные способы и меры, включая ограничение временного права на выезд за границу. Причем это ограничение выносится сроком до шести месяцев. При неисполнении пристав выносит постановление о повторном принятии такого решения. Соответственно, пока должник не оплатен, он может быть невыездным. Плюс к этому судебный пристав исполнитель вправе производить арест имущества и даже списывать денежные средства с банковских карт. Сумма общего долга потребителей газа по Самарской области достигла почти полутора миллиардов рублей. Тем не менее, газовики обеспечивают безаварийную, бесперебойную подачу голубого топлива. Но в случае несоблюдения порядка договора с должниками всегда будут бороться всеми законными способами. В первую очередь ради того, чтобы не страдали ответственные абоненты. «Хочел бы обратиться ко всем и сказать, что не доводите до крайнего. Стоимость именно не столько самой задолженности, а стоимость работы по восстановлению системы газонабжения достаточно существенная. Мы производим отключение как крайнюю меру. Перед этим мы предварительно, если должник уже не оплачивает несколько периодов подряд, его начинают уведомлять по почте, предупреждать. В последнем случае с уведомлением уже лично вручают в руки о том, что мы предупреждаем, что мы приостановим исполнение договора. Отключение – это всегда крайние меры». Одной из основных причин накопления долга специалисты называют низкую платежную дисциплину, причем у так называемого среднего класса и тех, кого принято называть состоятельными гражданами. И тех, и других Самара Газ предупреждает, что не стоит доводить до крайних мер, ведь восстановить подачу газа зачастую будет стоить дороже, чем вовремя платить по своим счетам.